Друзья, всем привет. Ну что, сейчас поговорим о том, чем занимается МИД России. Вы не удивитесь, он угрожает, но удивитесь, кому и как. И с кем общается Лавров, с каким факи. И немножко о Наташе Поклонской. Да, няш-мяш там дает стране угля. Да, вот и угля она тоже может дать, как оказалось. Сейчас расскажу вам подробнее. А вы подписывайтесь на канал, у нас уже почти 600 тысяч. Давайте скорее, чтобы стало 600 тысяч. Знаете, мне кажется, если бы мы настоящая армия в борьбе с пропагандой на информационном фронте, если бы 3 месяца назад нас было 3 миллиона, может быть, и этого путинского вторжения бы не было. Поэтому, друзья, давайте, присоединяйтесь, делитесь видео, это очень важно. Ну и так, МИД России, уже смешно, Министерство иностранных дел, собственно говоря, какие дела остались, страны не хотят общаться с Рашкой вообще никак. Остались кто там? Эритрея, Беларусь, Венесуэла, ну, Северная Корея. Кстати, сегодня Северная Корея вышла. И там вот Ким Чен Ын поддержал Путина. Продолжает дело Ким Ир Сена. В общем, какие-то у них неправильные Кимы. У нас есть правильный Ким. Да, ну а у них неправильные. И понятно, что они там несут буча, эта постановка. В общем, дождался Путин поддержки от Северной Кореи. Поздравляем Путина. Лавров в это время тоже очень занят. Как никто не хочет уже эту лошадь слушать, то послушайте, с кем он. Он провел новость, читаю вам, СМИ до российского. Обсудил по телефону Лавров с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом. Специальную военную операцию РФ на Украине, связанную с ее проведением вопроса. То есть, знаете, сидит там, ну так как, ну же хоть с кем-то какие-то сообщения. Кто там готов разговаривать с Лавровым? Ну, честно говоря, никто. Может, хоть в Африке кого-то найдете. Ну, давайте, ну вот Муса Факи Махамат. Хорошо. Где Муса Факи Махамат? Где война с Украиной? Ну, он звонит такой, такой сидит. Муса Факи Махамат сидит такой, думает. Боже мой, почему я слушаю эту ересь? А тут ему рассказывает. Вы знаете, Ленин, а Крым, а декрет, а большевики, а народ Донбасса. Тут такой, о-о-о. Ну, в общем, вы представляете себе уровень российской дипломатии. Но они пошли дальше. Значит, представитель МИДа РФ Захарова, там есть такая Машка. Так вот, Машка дала огня, вышла и сказала, что ай-яй-яй, мы следим внимательно, значит, за Швецией и Финляндией. И мы Швецией и Финляндией, значит, накажем за то, что Швеция и Финляндия захотели в НАТО. Она конкретно сказала, предупредила о последствиях. О-о-о, вот так вот. Ну, о чем суть? Швеция и Финляндия не были членами НАТО. Исторически. Ну, сейчас они посмотрели на Путина, да и думают, боже, это же просто сумасшедшая. А то возьмут и нападут. И, в общем, захотели в НАТО. Сейчас в течение этого месяца они окончательно определятся. Ну, и понятно, что есть высокая вероятность, что захотят в НАТО. И тут Рашка, которая как бы шла, чтобы НАТО уменьшилось, ну, или не увеличилось. А в результате их супердействий НАТО уже вот-вот увеличится. Причем сейчас, а не когда-нибудь. Причем прямо на границе с Рашкой. Ну, в общем, классическая супердипломатия, суперрезультативность. Ну, и, конечно, тут же надо сразу начать угрожать. А как еще можно разговаривать? Начали оружием бряцать на финской границе. Ну, я думаю, что финны помнят прекрасно финскую войну. Если надо, повторят им. Вот они могут повторить. Если Путин такие... Он в Украине увяз. И тем более весь мир уже увидел про их там аналога. Аналог говнет. Все про это их оружие. Там уже все у них погорело в Украине. Скоро Катюши будут в российской армии. И танки Т-34 снимут с постаментов. Но эту технику финны хорошо знают. Поэтому я думаю, что так финнов не напугаешь. Ну, а они, конечно, как могут. Так и занимаются. Больше это, собственно говоря, ничем они не могут заниматься. И Захарова после этих своих заявлений пошла на интервью к Соловьиному помету. Ну, опять же, кто ее еще будет слушать. CNN не стучится и в двери. И Fox News тоже. И послушайте, что начисала Маша. Мария Владимировна, весна пришла. А у нас, к сожалению, по-прежнему не самые веселые проблемы. Как-то что-то медленно оттаивает Запад. Если можно так сказать. Продолжает уверенно чахнуть. Вы уверены, что вы хотите увидеть, что будет обнаружено после того, как на Западе снег сойдет. Мы найдем американские оставленные экскременты. Потому что, как правило, имена не гадят всюду, где могут. Ну, кроме традиционного 19 века выражения, англичанка гадит. Ну, вот так, понимаете. Ну, это просто дурдом какой-то совершеннейший. Маша совершенно обезумела. И вот эту вот всю пургу несет. Ну, вот такая история. Да, ну, а пока, как вы слышите, Запад загнивает по версии Маши. То у них все расцветает в Луганской народной республике. Украинская разведка сообщила, что ФСБ задержало в Ростове генерала целого ЛНР, значит, министра внутренних дел Игоря Корнета. Корнета Боленский. Налейте вина. Значит, он уже вот наливает там где-то в СИЗО. Ну, и вызвало это переплох в ЛНР. Там так гребут всех на улицах и отправляют в мясорубку. Тут уже и их типа, которые там главные, якобы, смотрящие, начали ловить. Ну, в общем, этот пасечник там бегает теперь, пытается высвободить Корнета, потому что понимает, что он следующий. Так еще, глядишь, и поднимет мятеж. ЛНР против Путина. Это, конечно, будет полный дурдом. Ну, и логичное окончание. Ну, и не осталось в стороне от всего этого движа Наташа Поклонская. Та, понятно, обижена, в Госдуму уже не взяли, в Кабоверде не пустили, засунули хер знает куда. И она сидит такая и говорит, знаете, я сейчас расскажу вам всю правду. А ведь я-то украинка, и мне болит эта война. Послушайте, что заговорила Наташа. Вот то, что происходит сегодня, я не могу это назвать другими словами, как не иначе, как просто разрывается сердце. И я не могу ходить и как-то по-другому думать, потому что Украина для меня родная, потому что там люди, потому что то, что происходит сегодня здесь в обществе, в российском, это как-то очень странно. Вот так вот, вот болит у нее. Но и на этом она не остановилась. И буква Z ей, друзья, не нравится. Можете себе представить? Не нравится ей буква Z. Говорит, горе она несет, страдания. Послушайте. Эта буква Z символизирует трагедию и горе, как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут. И русские солдаты, россияне. И родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит, что столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет. Есть государство, частью которого вы являетесь, да, вы же представитель власти, даже как сотрудник, да, Россотрудничество. Вы были в Государственной Думе, вы были генеральным прокурором Крыма, да, вы в этом смысле государственный человек. Что важнее в этом смысле, государство или личность? Что ценнее? Задача победы над украинским нацизмом, который якобы существует, или ценность человеческой жизни? Если этот выбор стоит передо мной лично, то для меня важнее личность. Человек. Просто человек. В общем, договорилась она, знаете, Маша там, наверное, в шоке. Маша такая кричит. Наташа, что ты делаешь вообще? Безумие. В общем, ее уже парламент, в кавычках, Крыма собрался лишать почетных званий за то, что она букву Z обижает. Прямо это не страна, а дурдом. Да, какую-то Наташу, которая была прокурором Крыма. Няш-мяш. Парламент какой-то. Пытается лишить звания за то, что она обижает букву Z, которую Путин использует как полусвастику. В общем, это полный дурдом. У них, конечно, даже не разброты шатания. Действительно, им там всем, друзья, нужны психиатры. Поэтому, ну, тут иначе это и не оценишь. Ну, а вы услышали последние новости оттуда. И про Лаврова, и про ЛНР, и про Захарову, и про Поклонскую. И можете оценить тот бред, который там творится. Поэтому, друзья, только к победе. Подписывайтесь еще раз, призывая вас на канал. Ну, и привет. Пока мы с вами, пока вы слушали этот блог, Лавров ищет, кто еще готов с ним поговорить в мире. Кто еще не знает, что он старый дурак просто. И там вызванивает, наверное, Кирибати на подходе в Ануату. Скоро он с ними пообщается и расскажет им о спецоперации в Украине. Им это очень важно.